Эко-квест для школьников проводится не первый раз. Екатерина организаторов домашнего квеста вовлечена вся ее семья. Подрастает маленький помощник Максим. Пока юный активист увлекается эко-играми, создает конкуренцию ребятам постарше. Просто я вырос, конечно, маленьким, но я играл и со временем, как мне не открыть карты, попадалась пара. Попадалась пара? Ты все время выиграл? Ну, можно так сказать. Иногда я забываю, где что. Для всех желающих активисты организовали несколько площадок. Среди них квесты, настольные игры и викторины. Есть этап, где мы рассказываем о том, что еще можно переработать, что в рамках нашего города можно сдать на переработку, и что из этого очень классное новое получится. Про то, что у нас вообще перерабатывается в мире и в нашей стране. Этап, который называется «Очистить океан», где мы рассказываем людям о том, что есть плавающие мусорные острова. Подобные мероприятия будут расширяться. Организаторы говорят, интерес у курян определенно есть. Кроме части познавательной и развлекательной, была и практическая. Куряне принесли отработанные батарейки и другие отходы, которые нельзя просто выбросить в мусорное ведро. Вторсырье отсортируют и отправят на дальнейшую переработку. Мария Колосова, Антон Судженко, События дня.